Сейчас мы приехали в Инкерман, здесь находится крепость, и мы сейчас на территории, здесь есть церковь, поэтому нужно надеть одежду, которая будет соответствовать прихожанам, поэтому надеваем юбку. Заходим на территорию, как я поняла, здесь все находится рядом со скалами или в скалах. Видите, как здесь нависают скалы, и рядом с ними прямо такие вот здания находятся. Красиво, да? Необычно выглядит очень. Как в лесу. Красиво тут. Мы уже неоднократно видели, что какие-то помещения прямо в камнях находятся, выдолблены внутри скал. И тут же поезда идут. Ничего себе! Теперь понятно, почему здесь туннель был такой. Причем пассажирские. Самое интересное, что мы сегодня уезжали из Севастополя, и там пошел ливень, а сюда приехали, и здесь солнышко печет. И прекрасная погода. Уже думали, что все, расстроились, ничего не увидим. А оказалось, что нам повезло с погодой. Смотрите, как это необычно. Прям все такое каменное. Плющ. Плющ растет еще на этих камнях. Очень красиво такие листики, да? Как искусственные. Ага. А вот он и храм. Храм Святой Троицы. Здесь же церковная лавка. Посмотрите, какой красивый пост розы. Все фотографируются. Очень красивый. Такая беседочка красивая. Посмотрите, просто невероятно. Розовые розы. Беседочка в тени. Здесь, видимо, также проводят экскурсии. Причем, видимо, Поп сам проводит. Ничего себе! Колокола в стене сделаны. И посмотрите, там окошки даже. Ничего себе! Это, получается, там тоже помещение в скале. Храм Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона. 19 века. Постройка. Это же надо так, да? Ого, посмотри наверху, как балкончик даже. Тут такая атмосфера какая-то, знаешь, прям. Отдыхаешь, да, так опять? Ну да. Легкость какая-то. В скале. Я свечку купить не сказала. А вот здесь, как раз. Здесь просто место невероятной силы. Здесь такое спокойствие. Ты ощущаешь, будто ты отдыхаешь здесь. Хорошая такая атмосфера. Деревья, воздух свежий. Прекрасное место. Если кто-то здесь бывал, напишите, какие у вас впечатления вообще. Но я под большим впечатлением. Сейчас я услышала, что это называется все пещерный храм. Видите? То есть даже сейчас здесь продолжаются работы и отстраиваются новые комнаты. Скорее всего, камень очень мягкий и поддается. И поэтому его выдалбливают и строят внутри него здание. Скала рушится. Ну посмотри, как это живет. А там что-то живет. Тоже так интересно, да? В скале лавочка стоит. Можно посидеть в тени. В прохладе. В прохладе, да. А так-то она улица припекает. А здесь прямо так. И только подумай, над нами нависает скала. Надо же, да, такое. Наверное, просто камень очень мягкий. Да, он очень мягкий и поддается выделке. Поэтому, это думаю, поэтому и возможно, что здесь все так строят. До сих пор и раньше, и сейчас. Здесь вид открывается на штольне. Прямо напротив них находится храм. И дорога, по которой мы ехали с Севастополя, она такая извилистая. Как в Сочи. Так. Такое вот здесь место силы. Интересно, я думаю, однозначно стоит сюда заехать, если вы находитесь рядом, около Севастополя. А так мы сейчас направляемся в Бахчисарай, в бывшую столицу Крымского ханства. Здесь еще есть лестница куда-то, которая выводит нас. Даже непонятно, что там такое. Откуда-то звук идет. Как будто какой-то поезд или вагонетки. Посмотрите, здесь даже такой прудик. И в нем рыбки, по-моему, карпы плавают. Огромные рыбки. Да, рыбки. Просто невероятно, какое это место. Послушайте, откуда эти звуки? Я не понимаю. Они как будто где-то за скалами, как будто там идут поезда. Что-то непонятное для меня абсолютно. Вот это место. Поднимаемся по лестнице, выдолвленной в скале. Ого. Почитай здесь, что написано. Продолжение следует. Я теперь поняла, откуда идут эти звуки. Это рядом железная дорога, там что-то делают, а весь звук уходит сюда и как-то магически преобразовывается. Это что-то. Весь город очень колоритный, прям южный такой настоящий городок, узкие улочки, домики такие необычные. Смотрите, какая интересная структура у этого камня. Здесь на вершине открывается такой красивый вид, прям невероятно. Вот этот монастырь, выточенный в скале. Gut- via. Как у меня, пожалуйста.